Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина и как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор моих фаворитов, именно фаворитов весны, которые произвели на меня какое-то очень положительное впечатление и этими впечатлениями я хочу поделиться с вами, рассказать о этих продуктах. Может быть эти фавориты уже нескончаемо повторяются у меня в уходе, вы их постоянно видите, мелькаете, но эти продукты, которые если будут повторяться сегодня, это действительно те продукты, которые я просто пока не готова поменять на что-то другое. Так что вот так вот, если вам интересно посмотреть мои фавориты весны, именно уходовых продуктов, тогда я вас приглашаю к просмотру, берем что-нибудь вкусненькое, полезное и я думаю это будет опять надолго. Ну так что, начнем, наверное, мы с лица, у меня будет вот такая вот корзиночка, начнем, да, с лица, начну с того, что бесконечным моим фаворитом в уходе это является вот такое вот мыло Кадали, оно идет у нас супер мягкое мыло Флёр де Винь, 150 грамм и это коробочка от этого мыла, мыло у меня лежит в мыльнице в ванной комнате. Хочу вам сказать, девочки, великолепное мыло, которое максимально мягкое, бережно очищает кожу, именно такую кожу, как у меня, которая, она является чувствительной, склонной к высыпаниям и к тому же я не люблю, когда моя кожа пересушенная. А это мыло, оно действительно удаляет остатки макияжа, который, если я не убрала мицеллярной водой, максимально бережно мылится, знаете, и у него пена получается такая максимально такая густая, при этом она деликатно удаляет остатки, допустим, кожного жира, остатки макияжа, убирает. Когда вы его смываете, вы не чувствуете стянутость, пересушенность кожи, максимально классно и мне нравится тем, что это мыльце его хватает. Но сейчас оно у меня уже заканчивается, поэтому я вам не показываю именно, как оно выглядит. А сейчас это будет моя ближайшая покупка, я думаю, вы скоро увидите уже полную размерку, еще один такой кусочек мыла. Действительно классное мыло и производитель фирмы Кадали пишет о том, что это максимально натуральное мыло, ингредиенты этого мыла были максимально натуральные, как я поняла. Но не знаю, мне очень сильно понравилось и это мыло можно использовать для чувствительной и обезвоженной кожи. Так что, девочки, у кого обезвоженная сухая кожа и склонная к высыпаниям, думаю, на лето вообще стоит присмотреться к данному мульцу, чтобы убирать кожное сальце, но при всем при этом, чтобы кожа была не пересушенная. Это мой первый фаворит в очищении. Следующий мой фаворит в очищении, это покупка, спонтанная покупка в магазине FixPrice и это остатки уже былой роскоши, простите, заговариваюсь. Это последняя моя упаковочка с активированным углем маска очищающая от фирмы Floresan. Классная маска, которая хорошо очищает, после которой нет высыпаний и если вы такая же любительница принимать ванны, как и я, я думаю, вот это классная масочка для релакса. Даже утром ее можно по-быстрому нанести на кожу на 10 минут и при всем при этом ваша кожа будет очищенная, она не будет пересушенная, но, знаете, такая будет подготовленная к нанесению дальнейшего ухода и, конечно же, макияжа. Эту маску, как я уже говорила, я покупала в FixPrice, сейчас, к сожалению, я ее не могу встретить ни в FixPrice, ни в аптеках, но если будет, конечно же, я не скажу, что это панацея при лечении угревой сыпи, но это поддержание чистой кожи на своем лице. И ее можно использовать не только на коже лица, если у вас, к примеру, есть высыпания, у некоторых людей бывает на плечах, на спине, на груди, я думаю, это тоже можно будет как профилактику наносить. Классная штучка, правда, девочки, кто еще не пользовался, обязательно присмотритесь и в своем инстаграме, я, периодически она у меня мелькает, но вот сейчас, я думаю, сегодня, либо завтра, сегодня вечером, либо завтра утром я использую последний раз и буду искать что-то уже другое, новое. Вот, следующее, что хочу показать, это уже примелькавшаяся моя голубая глина косметическая, и это та глина, которую я не хочу менять ни на что, потому что это голубая глина, которая меня устраивает абсолютно во всем, как она работает, как она очищает, как она успокаивает кожу, как моя кожа после применения данной глины себя чувствует. То есть, абсолютно из 5 баллов я ставлю 5. Классная глина, которая вполне очень даже бюджетная и доступная, и если вы ищете что-то себе попробовать в уходе за лицом очищающее, я думаю, это будет вообще бесспорно, ваш фаворит в уходе. Но, если у вас кожа сухая, больше сухая, чем нормальная комбинированная, вам нужно будет просто после этой масочки обязательно наносить какой-то увлажняющий крем, чтобы не пересушить свою кожу, потому что, как мы знаем, глина, она имеет свойство подсушивать и вытягивать грязь из пор кожи. Так что, вот так вот. Следующий мой фаворит, это уже пустая баночка, к сожалению, мицеллярка от фирмы Гарния. Хочу сказать то, что я уже просто сбилась с счета, какая у меня бутылочка, и действительно, это та мицеллярка именно с розовой крышечкой, которая меня устраивает просто во всем. Она классно убирает макияж с глаз, она снимает замечательные остатки макияжа, там, пудры, тонального крема, если вы пользуетесь консилерами, мне кажется, она отлично уберет. С пудрой она справляется на ура, и если я даже не пользуюсь, к примеру, декоративной косметикой в течение дня, вечером, я все равно прохожусь ватным диском, прохожусь по лицу и глазам. Данная мицеллярочка и дальнейшее идет умывание, у меня, конечно же, уже мылом кандали, и после этого я чувствую, что моя кожа действительно очищена, и у меня не будет никаких забитых пор, у меня не будет в дальнейшем каких-то высыпаний. Это мицеллярка, которая сейчас уже, как мы знаем, она подрастает в цене, но думаю, пока что ее можно покупать, объем у нее идет большой, 400 мл, и она достаточно экономична в применении. Так что, девочки, кто еще, если есть такие, кто не попробовал гарнир-мицеллярку, я думаю, вам обязательно это нужно сделать, это же бесспорно мой фаворит уже, я не знаю, какой месяц, какой сезон. Следующее, что я хочу показать, в уходе за лицом, это тоже же будет очищение, это фаворит весны, и думаю, мой дальнейшая любовь с данной маской у меня уже будет осенью, ну, в такой осенне-зимний период. Потому что это идет у нас уже фитокосметика фирма Кора, и это крем-маска с фруктовыми кислотами. Она действительно содержит достаточное количество кислот, которые позволяют роговевшим клеткам быстрее, так скажем, очищать кожу. Точнее, она, эта маска очищает от роговевших клеточек кожи наше лицо, и при всем при этом, когда вы наносите эту маску, вы действительно почувствуете пощипывание. После того, как вы смываете эту маску, естественно, кожа будет она либо красная, либо розовая, но постепенно этот эффект проходит, и когда вы пользуетесь после нее увлажняющим маслом, увлажняющим кремом, вы действительно ощущаете то, что ваша кожа, она очищенная, она напитанная, и вы постепенно, если у вас есть такая проблема, допустим, как у меня, пост-акне, либо периодические высыпания на кожу лица, если что-то не так в моем рационе, либо что-то, я какую-то оплошность произвела в своем уходе за лицом, тогда у меня уже, к сожалению, остаются пост-акне какие-то, тогда вот эта вот масочка, она просто палочка-выручалочка, если ей именно пропользоваться курсом, то вы почувствуете именно эффект на своей коже, и если у вас кожа жирная, либо сухая, либо комбинированная, эта маска именно с фруктовыми кислотами от фирмы Кора, она делает, знаете, непонятное для меня на сегодняшний день, потому что вроде бы она должна подсушивать кожу, так как она работает на жирных участках кожи, но при всем при этом, там, где были сухие участки кожи, она провоцирует то, что кожа начинает работать, и там, где были сухие участки кожи, она провоцирует на то, что кожа становится уже не сухой, поэтому, девочки, если вы еще не пробовали данную масочку, обязательно попробуйте, это же бесспорно мой фаворит в уходе был весной, просто вообще любовь-любовь моя, обожаю эту масочку. Следующее, что я хочу показать, это тоже в уходе за моим лицом, я использую уже, наверное, я использовала полностью весь месяц май, это было персиковое масло на кожу лица и зону текольте я наносила, как я уже говорила, я после того, как умываюсь, к примеру, провожу свой уход очищающей маской, допустим, с глиной, либо просто умываюсь и могу себе устроить такой максимальной спа-процедуры, это когда я наношу пару капелек на лицо, точнее на ладошки, растираю, потом наношу на лицо, и сверху делаю такой горячий компресс из полотенца, мокрого, горячего полотенца на лицо, так жду где-то минут 10, потом просто этим же полотенцем убираю остатки масла и ложусь спать, либо занимаюсь какими-то своими дальнейшими делами. И мне нравится эффект, который у меня происходит на коже, то есть у меня был период, когда я чувствовала, что моя кожа, она очень сухая, знаете, вот прям вот чувствуется, какое-то вот что-то кожи не хватало. Я взяла, попробовала персиковое масло, буквально 2 капельки, наносила на лицо, и постепенно-постепенно это все прошло, цвет лица выровнялся, и было максимально комфортно уже дальнейшее, то есть какой-то особой сухости я уже не ощущала на лице, так что думаю масло выходит за лицом, это бесспорно мой фаворит, конечно же. Так что вот так вот, персиковое масло мне очень сильно в этом помогло, оно мне понравилось. Следующее, что я хочу показать, это уже будет, давайте сделаем вот так вот, очищающее мыло фирмы Детол, почему я его показываю в фаворитах, потому что вообще редко, когда можно сакцентировать свое внимание на каком-то мыле, по большому счету, потому что мы его пользуемся каждый день, и оно у нас, знаете, такой идет расходный материал, на который стоит, зачастую мы вообще не обращаем внимания. Почему я обратила на это внимание мыло, почему оно на меня произвело такое впечатление? У меня маленький ребенок, и мы бегаем на улице, играем, естественно, приходя домой, мы начинаем мыть руки, и до этого я пользовалась всегда только детским мылом, и каким-то антибактериальным, и каким-то гелем антибактериальным, для того, чтобы просто обеззаражить, ну, чтобы было обеззараживание кожи рук, потому что почему-то я сейчас, в данный момент времени, я максимально доверяю этому мылу. Не знаю почему, у меня прям, я если вот, мы приходим с улицы, я мою руки, и мне не нужно больше использовать какой-то антибактериальный гель, вот это, знаете, содержащий спирт, для того, чтобы я была уверена в том, что мой ребенок, точнее, кожа рук моего ребенка максимально очищена от каких-либо вредных бактерий, которые мы могли подцепить на улице. Я понимаю, что кто-то мне может сейчас сказать, Ира, это полный псих, и, как все говорят, педиатры в каждой резинке по витаминке, ну, пусть это будет мой псих, потому что я очень сильно переживаю за своего ребенка, за то, чтобы он просто не насобирал какой-то ненужной грязи. Вот, так что, девочки, у кого имеются, у кого есть маленькие детки, и если вы также такая же дотошная мамочка, как я, думаю, данное мыло для вас будет вообще в помощи. Тем более, оно имеет приятный аромат, оно не сушит кожу рук, и вообще нет никаких нареканий при его использовании. И иногда я даже этим мылом могу вымать кисти для макияжа. Вот так вот. Следующее, что хочу показать, ну, давайте сделаем так. Это мой фаворит, который у меня появился не так давно, но тот фаворит, который произвел на меня неизгладимое впечатление, после которого я оставляла пост в Инстаграме, и действительно, девочки, я сейчас говорю о поласкивателе для полости рта. Это никакая не реклама. Мне его никто не прислал на обзор, никто не говорил о том, чтобы я ему пил оды. Но я могу сказать, девочки, так, что зачастую, чтобы произвести на нас впечатление, нужно, ну, очень сильно постараться. И вот именно вот это поласкиватель, я не знаю, может быть, кому-то он не понравится, но по моему вкусу, по моим ощущениям после его использования, мне очень сильно понравилось. Потому что после того, как я им пользуюсь, у меня действительно есть ощущение чистоты в полости рта. И мой супруг является курильщиком, к сожалению. И после того, когда он пользуется данным ополаскивателем, хочу вам сказать, абсолютно пропадает какой-либо запах никотина. Так что вот так, девочки. Да, после того, когда мы им пользуемся, есть какой-то вяжущий эффект, но он проходит, и в дальнейшем я хочу сказать. А следующее, что хочу показать, это уже будет у нас дезодорант. Это дезодорант от фирмы Nivea, я его показываю, потому что это был фаворит в уходе за собой, да, ежедневно, я использовала каждый божий день. Это дезодорант от Nivea эффект пудры, мгновенное высыхание без ощущения липкости. Подтверждаю каждое слово. После него нет ощущения липкости, после него нет противных мокрых подмышек. И после него, знаете, этот антипреспирант, он не перебивает ваш парфюм. И он не пахнет на вашей коже, как дезодорант. То есть у него сам по себе, он имеет такой, знаете, пудровый аромат. И при всем при этом, несмотря на то, что вроде бы имеет, да, свой собственный, свой собственный, свой, господи, свой собственный аромат, он не перебивает ваш парфюм. Он подстраивается под него. И он гармонирует абсолютно классно. На вашей одежде, ну, допустим, я, к примеру, не увидела каких-то желтых пятен, да, вот как оставляют некоторые дезодоранты. И после него на темном я не увидела каких-то белых пятен. То есть, не знаю, может быть, это какой-то у меня сейчас самообман идет, но при всем при этом мне очень понравилось им пользоваться. И в данный момент времени это у меня уже новая упаковочка. И с большим превеликим удовольствием начала пользоваться вот ей сейчас. И хочу сказать, что да, вот сейчас это мой фаворит в уходе за собой. И это был фаворит весны. Следующее, что я вам хочу показать, это уже будут покупки от, и фроше, и это уже просто остаточки. Это гель для душа и фроше ваниль. Как я уже говорила неоднократно, я просто маньячка всяких разных вкусных ароматов. Я люблю ваниль, я люблю ягодные запахи, мне очень нравится. И вот этим я пользовалась, мне кажется, всю зиму, вот когда я его купила. И вот сейчас, всю весну, каждый божий день, девчонки. Здесь его объем 400 миллилитров. Я пользовалась ему каждый день. Здесь еще осталось совсем чуть-чуть. Но при всем при этом он классно пенится. Он обалденно очищает кожу. То есть после него, знаете, вот вы действительно чувствуете то, что ваша кожа очищена. То есть после того, когда вы попользуетесь данным гелем для душа, я не ощущала никакой пленки на коже, я не ощущала никакой стянутости. У меня не было ощущения, знаете, когда вот кожа пересыхает, когда вы каждый день пользуетесь гелем для душа, пересыхает кожа. И просто вам очень сильно нужно быстрее каким-то увлажняющим средством, какое-то увлажняющее средство нанести на кожу. Данного эффекта не было у меня на коже. Мне очень сильно понравилось им пользоваться. К сожалению, он у меня заканчивается. Думаю, что в скорых покупках у меня будет, наверное, может быть, опять ваниль. Потому что я реально поклонница данного аромата. Мне нравится, как после того, как я им пользуюсь, как он пахнет на моей коже, мне нравится, как пахнет ванной после того, как я им пользуюсь, и во время того, когда я им пользуюсь. И навязчивая ваниль, которая максимально комфортно располагает ко сну в дальнейшем. Поэтому мой фаворит, и я очень сильно довольна то, что он у меня есть. И в дополнение к нему я начала пользоваться уже сейчас, в середине мая, я начала пользоваться лосьоном для тела, тоже бурбонская ваниль, бархатистая молочка для тела. Девочки, боже мой, как оно пахнет! Как им приятно пользоваться! Как он хорошо увлажняет вашу кожу! После того, как им пользоваться, у меня не было ощущения липкости на коже, у меня не было ощущения того, что я вообще что-то нанесла на кожу, но при всем при этом я чувствовала увлажнение и напитанность. Сейчас, когда вот мы уже сейчас сняли свои верхние одежды, и бывает то, что я могу с утра принять даже душ с данным гелем для душа, в дальнейшем я наношу просто молочко для тела, и хочу вам сказать, я не пользуюсь парфюмом. Мне максимально хватает данного аромата. Я спрашивала своего супруга, как это вызывающе, либо навязчиво пахнет от меня ванили. Он сказал, что абсолютно нет, приятный аромат, который даже нравится на коже, как он раскрывается. Поэтому, девочки, если вы являетесь поклонницей ароматов ванили, я вам предлагаю присмотреться вот к этому даету от Ифраши. Думаю, вы тоже будете в дальнейшем его поклонницей. Единственный минус того, что здесь нет дозатора. То есть нужно, как вы знаете, вот это вот переливание, наливание, бояться, что вы слишком много наберете. Но я на это все закрываю глаза и с удовольствием пользуюсь сейчас вот этим вот молочком. Поэтому, девочки, кто не пользовался еще и ни разу не пробовал молочко для тела от Ифраши, думаю, вам нужно посетить данный бутик французской косметики и попробовать хотя бы малявочку. У них есть 50 мл. И определиться с ароматом и пользоваться дальнейшим этим уходом. И хочу сказать, что производитель нам говорит, что все компоненты идут растительного происхождения. То есть вы как бы не насобираете, если вы протестант такой, какой-то химии, думаю, вы для себя найдете как раз тот момент, что это органическая косметика, которая максимально классно ухаживает за вашей кожей. Вот, пропила я оду своим любимым ванильком. Следующее, что хочу показать, это уже, так скажем, между нами девочками. И это сибирское здоровье, это натуральная фитамола для женской интимной гигиены. Почему он является моим фаворитом? Вообще, как бы, по большому счету, интимные вот такие вот гели для интимной гигиены подбираются всегда индивидуально. Но вот этот вот гель для интимной гигиены для меня произвел впечатление того, что он, во-первых, очищает, он не пересушивает, нет дискомфорта. И тот аромат, который идет у него растительный, здесь, знаете, такая содержится мята и еще какие-то, даже вам не перечислю, какие здесь идут уже ароматы, но я точно тут чувствую то, что здесь содержится мята, она присутствует. И хочу вам сказать то, что вот этот аромат, вы им пользуетесь, вы его чувствуете, потом этого аромата нет. И если вы, допустим, офисный сотрудник, и, к примеру, для вас вот эти вот вещи являются актуальными, и вы им пользуетесь каждый день, но вы в поисках своего какого-то идеального средства, думаю, данное средство вам не повредит. Потому что здесь, помимо того, что его можно использовать, это натурально, оно еще подходит и для беременных. То есть здесь прям прописано, для посещения бассейна, можно им после применения посещения в бассейна, в бане, то есть им рекомендуют воспользоваться. Так что я думаю, он еще использует, в нем еще имеется компоненты антибактериальные. Классная вещь, которая классно пенится, еще раз повторюсь, мне понравился уже после использования данного, вот и сколько я пользуюсь с марта месяца, мне понравился его аромат, мне нравится им вот его пена. И знаете, вот до этого, когда у меня были какие-то гензидентальные гигиены, я ощущала то, что, ну, что-то как-то вот, ну, не тополь то, как говорится, да. А здесь мне правда очень понравилось, и сейчас я хочу познакомиться с этой косметикой «Сибирское здоровье» поближе, попробовать какие-то другие продукты данной марки. Поэтому, думаю, скоро в будущем мы познакомимся, точнее я познакомлюсь и расскажу вам свое мнение о каких-то других продуктах. А сейчас, безусловно, моим фаворитом в уходе весной был гель для интимной гигиены от «Сибирского здоровья». Название у них такое смешное, шутер у этого геля для интимной гигиены. Вот так вот. Следующее, что я хочу показать, я, знаете, так иду в разнобой, но мне хочется все рассказать, обо всем хочется рассказать, и из меня просто фонтан идет. Следующее, это будет вот такая вот масочка огромного размера, 500 мл. Это маска фирмы «Эстель» для поврежденных волос. Ох, эту маску я купила в начале мая, и хочу вам сказать, девочки, эта маска произвела на меня то впечатление, которое на сегодняшний день, я могу сказать, что эта маска является моим фаворитом. Что можно сказать об этой маске? Во-первых, она идет густого, такого густой, консистенции густого-густого масла, только вы знаете. Она силиконистая, прям силикон на силиконе. Она имеет приятный аромат. У этой маски, вот что касаемо упаковки, очень хорошая заглушка, даже если вы уроните эту масочку случайно, да, там опрокинете на бок, маска не выльется из упаковки. Но и минусом является то, что если вы берете влажными руками, пытаетесь открыть ее вот за вот этот язычок, придется постараться. Что она делает с вашими волосами? Она обволакивает ваши волосы. Она обволакивает ваши волосы, и они выглядят ухоженными. После применения данной маски ваши волосы, они знаете, такие, они рассыпчатые, они ухоженные. Они вот идут, знаете, вот такие рассыпчатые, волосинка к волосинке. Они в меру имеют такое, знаете, утяжеление на концах, но при всем при этом, мне кажется, если у вас короткие волосы, объем вы не потеряете. На своих длинных волосах, как я уже говорила, объем после использования шампуня и ухода ежедневного я не могу увидеть. Но, к примеру, если мне хочется, чтобы мои волосы выглядели хорошо, и даже очень, я могу посоветовать данную маску. Потому что, ну, реально классная маска, которая хорошо работает на ваших волосах. Ее нужно не очень много для того, чтобы воспользоваться. Она тает на волосах, и после того, когда вы уже воспользовались, она хорошо смывается с волос. После нее, не знаете, после применения данной маски нет ощущения того, что на ваших волосах, вот вы прям ощущаете, когда берете волосы, вы чувствуете какой-то продукт. Этого вы не почувствуете. Но, думаю, для ежедневного использования она не подходит. Но хотя бы раз в неделю побаловать свои волосы данной маской стоит. Классная штука, мне понравилась. И, думаю, мне ее хватит надолго, потому что, несмотря на то, что мои волосы длинные, после постоянного использования, то есть я ее пользовалась достаточно часто, тут ее еще приличное количество. Так что, если вы в поисках какой-то маски, именно полупрофессиональной, либо профессиональной, как уже здесь говорится, да, то есть как бы вам нужна маска, после которой вы будете чувствовать себя уверенно, что ваши волосы выглядят хорошо, думаю, вам стоит приглядеться именно к фирме Estelle. И вот эта вот интенсивная маска для поврежденных волос. Классная штучка, мне очень сильно понравилась. А, следующее, что я вам еще не показала, то, что тоже является моим фаворитом в уходе за телом. Уже, я тут просто скачу. Это тоже и Фраше, это их крем для лица и тела с ромашкой, имеющий определенный аптечный какой-то аромат, по моему мнению. Это крем, который очень питательный. И этот крем, который я использую не только на кожу своего тела, но я ее сейчас, в данный момент времени, я им пользуюсь, всю весну я им пользуюсь как крем для ног. Я вам хочу сказать, что классное средство. Как я уже говорила, у меня еще имеется вот такой вот фаворит от фирмы Шоль пилка. После того, как я, когда я пользуюсь вот этой вот пилочкой фирмы Шоль, я иду в душ, принимаю душ, пользуюсь вот этим вот кремчиком от фирмы Ифраше, Pure Camille, по-моему, она называется. И после всего вот этого дуэта, после использования, хочу сказать, у меня ножки действительно как у моего сына. Ну, не как у моего сына, но они приближены. Действительно ухожены, и после этого дуэта у меня не возникает мысли пойти к мастеру на педикюр, чтобы она мне убирала какую-то роговевшую кожу. Могу сказать, да, это дорогая покупка, но она оправдывает свои деньги, потому что если ей пользоваться регулярно и не забывать, тогда вы будете ощущать действительно то, что ваши ножки ухожены. Поэтому моим фаворитом является вот такой вот кремшек от Ифраше. Он питательный, он, знаете, такой, он маслянистый, его нужно не очень много, он белого цвета, но после того, когда вы его распределяете, ваши ножки действительно, либо ваше тело, оно, знаете, такое, оно напитанное, ухоженное, и вот это вот ощущение маслянистости, оно максимально быстро проходит. Оно впитывается, и ваша кожа, знаете, такая бархатистая, нежная, шелковая, ну, классно просто. Одним словом могу сказать, что мне очень это нравится. Единственное, что аромат идет на любителя. Первое время, когда я им пользовалась, мне, знаете, какое-то было двоякое ощущение. Сейчас я уже к нему привыкла, оно идет растительное, и сейчас оно уже впиталось, хочу вам сказать, и все, все отлично. Так что его номинал здесь идет 125 мл, его хватает надолго, так как я его сейчас использую просто на ножки, и тут его еще просто умотаться сколько. Вот так вот, девочки, естественно, мой фаворит от фирмы Шоль. Вот, это были все мои фавориты, все мои фавориты весны. Если вам понравилось, конечно же, девочки, поддержите меня пальчиком вверх. Понимаю, что это был сумбур, но сегодня у меня прям, вот, знаете, хочется мне прям вот именно эмоционально вам рассказывать, потому что, ну, нет сил держать это все в себе. Надеюсь, вы меня поймете правильно и сильно строго не осудите. Не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, оставлю ссылочку здесь или здесь, чтобы не пропустить что-то интересное и новое в моей жизни, конечно же, там. А я вас всех люблю и целую, берегите себя, своих близких. С вами была ваша Ира, всем пока-пока!